Добрый день! В этом видео я расскажу как собираются еще две модели из серии Moi Magical Pyramid Puzzle. На удивление, это самые интересные модели из всех шести. Здесь есть ситуации, которые редко встречаются в других головоломках. Отличаются друг от друга они наличием центров. Модель без центров называется Boomerang Pyraminx. Модель с центрами Windmill Pyraminx. Начнем с версии Boomerang. Из названия понятно, что это головоломка на базе обычной пирамидки. Но в обычной пирамидке есть три типа элементов. Углы, ребра и центры. Здесь же только один тип элементов. Это ребра. Все элементы двухцветные. Именно их нужно расположить в правильном порядке. При вращении голомка выглядит устрашающе, но вот этот двухцветный элемент равносилен вот этому двухцветному ребру. Boomerang можно собрать интуитивно и не встретить никаких трудностей. Но он далеко не всегда это происходит. Иногда возникают такие ситуации, которые невозможны на классической пирамидке. Давайте для начала соберем розовую сторону. Для этого нужно правильно поставить три ребра с розовым цветом. Одно есть. Рядом ставим второе. Ищем третье. Находим его где-то здесь. Подводим поближе к тому месту, где оно должно стоять. Чтобы его сюда установить, мы можем поступить как в обычной пирамидке. Вот равносильная ситуация на классической пирамидке. Сине-красное ребро нужно поместить вот сюда. Для этого располагаем ребро таким образом, чтобы второй цвет помимо красного, в данном случае синий, совпадал с цветом вот этим. С цветом центра и уголка, который здесь находится. Далее поднимаем место, где должно стоять это ребро. Вставляем туда ребро и устанавливаем ребро на место. В итоге всего три хода, если делать из нужного положения. В зеркальном случае, когда мы устанавливаем ребро и оно получается справа. Чтобы вот этот цвет совпадал. Здесь видим красный синим не совпадает. Передвигаем сюда. Здесь синий синим совпадает. И делаем зеркально. Поднимаем место. Вставляем ребро. Опускаем. В нашем случае нет ни углов, ни центров. Поэтому мы просто розовый цвет, который должен быть снизу, отводим в сторону. Так, чтобы его не было видно. И делаем все то же самое. Поднимаем место. Вставляем ребро. Опускаем место. И розовая грань собралась. Также необходимо знать, как на обычной пирамидке делается пиф-паф. Пиф-паф левый уголок. Поднимаем правый. Поднимаем левый. Если на классической пирамидке сделать пиф-паф трижды. Второй пиф-паф. Третий пиф-паф. То все элементы вернутся в первоначальное состояние. Также при помощи пиф-пафа можно ребро отсюда переставлять вот сюда. Если у нас снизу красный, то мы просто делаем пиф-паф с той стороны, где у нас ребро. И ребро оказывается снизу. Если ребро слева, то делаем пиф-паф зеркально. Те же самые движения, но начинаем слева. Опускаем слева. Опускаем справа. Поднимаем. Поднимаем. Как раз в бумеранге будет, наверное, удобно использовать именно пиф-паф. Допустим, мы здесь собираем розовый цвет. И вот у нас есть какое-то розовое ребро. Так как у нас нет никаких других ориентиров, кроме вот этой розовой стороны, мы просто делаем пиф-паф слева. Потому что ребро находится слева. Опускаем слева. Опускаем справа. Поднимаем слева. Поднимаем справа. Опять же, розовая грань собралась. После чего нужно вращать верхний уголок до тех пор, пока все ребра не встанут на свои места. И у нас должно случиться такое, что одно ребро должно стоять правильно, на своем месте и нужной стороной. Мы видим, что вот сине-зеленое ребро находится между другим, синим и зеленым. Но развернуто не так. Бежево-зеленое ребро стоит аналогично. На нужном месте, но развернуто не так. И бежево-голубое то же самое. Если у вас такая или подобная ситуация, то значит вы первый слой собрали неправильно. Аналогичная ситуация это вот такая, когда мы вращаем до тех пор, пока не совпадут цвета. Здесь бежевый, здесь зеленый и синий. Это неверно. Вращаем еще. Вот здесь вот все совпало. Это ребро стоит правильно, на своем месте и в нужной ориентации. Дальше вот это на своем месте, но в неправильной ориентации. И это ребро стоит правильно. Получается одно ребро нужно развернуть. В предыдущем случае нужно было развернуть три, а должно быть только два. Вот таких флипнутых ребер. Флипнутые это которые стоят на своем месте, но не в той ориентации. Таких флипнутых ребер должно быть два. В чем же дело? Эта сторона розовая, но мы не обращали внимание на вот эти цвета. Посмотрим на обычную пирамидку. Если обратить ее красной стороной к себе, то здесь будет синий цвет, здесь зеленый. Дальше желтый. В нашем случае опять, но розовая вместо красного, здесь синий. По идее с этой стороны должен быть зеленый, но у нас бежевый, который вместо желтого. А должен быть зеленый. А зеленый здесь. Значит мы собрали ребра первого слоя не в том порядке. И не разрушая первый слой, мы не соберем бумеранг до конца. Поэтому нужно следить за правильным расположением цветов первого слоя и собирать всегда в нужном порядке. Запомнить очень легко. Если мы берем перед собой розовым цветом, то здесь должен быть синий, а справа зеленый. Если у вас не так, то нужно переделать. Как переделать? Да очень просто. Взять и пересобрать первый слой. Вот синий, допустим, стоит на месте. Достаем зеленый и устанавливаем его сюда. Делаем так, чтобы розовый цвет был перед собой и помещаем это ребро на это место. Левым пиф-пафом. Вот у нас получилось. Розовый цвет, синий, зеленый. Все правильно. Теперь нужно установить вот сюда розово-бежевое ребро. Если оно осталось внизу, нужно его отсюда сначала извлечь. Для этого делаем любой пиф-паф. Допустим, правый. И далее поступаем, как и до этого. Располагаем розовым цветом перед собой и делаем пиф-паф. Ребро справа, значит, начинаем справа. Розовая грань собрана. Проверяем. Розовый, слева синий, справа зеленый. Значит, все верно. Смотрим сверху. Это ребро не на своем месте. Здесь синий, здесь зеленый цвет. Бежевый, зеленый. Вращаем вверх. Синий, зеленый. Ребро на месте, но оно флипнуто. Здесь на месте, но флипнуто. И здесь на месте и стоит правильно. То есть нужная нам ситуация. Если вы собираете первый слой верно, то это единственная возможная ситуация. Другой здесь быть не может, если расположить все ребра по своим местам. Если флипнутых ребер одно либо три, значит, первый слой собран неверно. Проверьте цвета. Если розовый перед собой, то слева синий, справа зеленый, ну а бежевый снизу. Для того, чтобы решить ситуацию с флипом двух ребер, единственную ситуацию на верхнем слое, мы будем использовать обычный алгоритм из классической пирамидки. Вот равносильная ситуация. Два ребра флипнуты и стоят на своих местах. Выполняем следующее движение. Правый пиф-паф. У нас красное ребро поднялось. Отводим его назад. Поднимаем место, где оно должно стоять. Вставляем туда ребро и опускаем. Все собирается. Повторим. Правый пиф-паф. Ребро отводим назад. Поднимаем левый уголок. Вставляем сюда ребро и опускаем. Здесь также держим два флипнутых ребра перед собой. Правильно стоящее ребро располагаем сзади. Делаем правый пиф-паф. Поднимается розовое ребро. Отводим его назад. Поднимаем левый уголок. Вставляем сюда ребро и опускаем. Все собрано. Пример сборки для закрепления. Начинаем опять с розового цвета. Красный. Здесь зеленый. Здесь значит должен быть синий. Находим сразу ребро и в один ход ставим его на место. Розовый, синий, зеленый. Сюда ставим оставшееся ребро. Располагаем перед собой. Оно слева. Делаем левый пиф-паф. Собирать можно первый слой любым способом. Главное, чтобы в нужном порядке ребра стояли. Проверяем. Розовый, синий, зеленый. Слева должен быть синий, справа зеленый. Дальше. Наверху. Здесь синий, зеленый. Не те цвета. Нужные цвета. Так. Здесь флипнуто. Флипнуто. Здесь собрано. Если бы мы одно ребро поставили на свое место, то все остальные уже, конечно, будут на своих. Осталось найти ребро, которое стоит правильно. То есть не флипнуто. И выполнить алгоритм. Два флиппнутых перед собой. Пиф-паф. Отводим розовое ребро назад. Поднимаем левый уголок. Вставляем ребро. Опускаем. Все собрано. Версия Windmill не имеет ничего общего с шейп-модом 3х3 с таким же названием. От бумеранг отличается наличием центров. Вращается чуть получше и в перемешанном виде выглядит примерно так. Помимо шести двухцветных ребер, здесь появились четыре одноцветных центра. Но первый этап сборки точно такой же, как и у пирамидки бумеранг. Мы просто собираем шесть ребер, не обращая внимания на положение центров. Точно так же начнем с розового цвета. Смотрим розовый. Здесь синий. Здесь должен быть зеленый. Легко находим зеленый. И на оставшееся место располагаем розово-бежевый. Точно так же, как на предыдущей головоломке. Ну и верхний слой собрался сам. Алгоритм делать не пришлось. Но что мы видим? Мы видим, что центры стоят неверно. Здесь возможно два типа ситуации. Когда три центра не на своих местах, а один стоит правильно. Либо все четыре стоят не на своих местах. Более понятна ситуация, когда четыре центра не на своих местах. Поэтому именно с нее мы и начнем. Если вы знакомы с пирамидкой 4х4, то здесь все решается аналогично. Мы находим два центра, которые нужно поменять местами, так чтобы все собралось. Вот синий и зеленый, если места им поменять, то они правильно станут на синюю и зеленую грань. Эти грани будут собраны. Мы должны их расположить перед собой и снизу. Также поменяются два вот этих центра, и тоже грани соберутся. Если мы возьмем в таком положении, перед собой бежевый, снизу синий. Они поменяются местами, тогда бежевый центр будет на зеленой грани, а синий центр на розовой грани. Пирамидка не соберется. Нужно сделать так, чтобы вот эти два поменялись местами и все собралось. Должно быть перед собой и снизу. Ну, либо этой стороной мы берем, либо вот этой. Не так уж и важно. Главное, чтобы смена двух вот этих центров собирала две вот этих грани. Из такого положения нужно сделать три пиф-пафа. На обычной пирамидке эта комбинация ничего не изменит. На виндмил у нас переместятся четыре центра. Вот, заканчиваем третий пиф-паф. Все собралось. Менее приятная ситуация, когда нужно переставить три центра. Решается она несложно, но без пиф-пафов. Мы находим грань, которая полностью собрана. В данном случае бежевая. Центр стоит на своем месте. Располагаем ее слева. Так, чтобы у нас все неправильные центры находились спереди. Вот здесь справа, сзади и снизу. После чего делаем алгоритм из обычной пирамидки. Алгоритм применяется для решения вот такого случая. Делается следующим образом. Мы правый уголок попеременно поднимаем, опускаем. Верхний уголок все время поворачиваем в одну сторону. Пускаем вниз, вверх, против часовой. Поднимаем вверх. Верхний угол, против часовой. Пускаем вниз, против часовой. Поднимаем вверх, против часовой. Восемь движений. Если с первого раза не собралось, то повторяем. Вниз, против часовой. Вверх, против часовой. Вниз, против часовой. Вверх, против часовой. Остается здесь довернуть. И все собрано. Здесь то же самое. Располагаем собранную грань слева. И будут вот эти три центра перемещаться. Причем центры перемещаются передний вниз, нижний назад, задний вперед. Мы видим, что при такой перестановке у нас грани не соберутся. Но если сделать алгоритм дважды, то все получится. Попробуем. Опускаем правый уголок вниз, вверх, вращаем против часовой. Поднимаем правый уголок, вверх, против часовой. Опускаем против часовой. Поднимаем против часовой. Мы видим, что центры переставились. Если мы сделаем еще раз, то синий перейдет сюда, на синюю грань. Розовый на розовую, зеленый на зеленую. Опускаем против часовой. Поднимаем против часовой. Опускаем против часовой. Поднимаем против часовой. Все собралось. Логично, что в случае, если этот центр переставится сюда, то грань не соберется. И вместо того, чтобы делать алгоритм дважды, можно сделать какой-то другой, чтобы за те же 8 движений все собралось. Да, это возможно. Можно делать либо зеркально, либо заменить один ход, поворот верхнего угла против часовой, на поворот по часовой стрелке. И тогда соберется и такая ситуация. Но нужно вот эту собранную грань расположить не слева, а справа. Смотрим. Этот желтый центр переместится сюда и не соберет нам розовую грань. Поэтому разворачиваем так, чтобы у нас собранная грань была справа. И делаем похожий алгоритм, но правый уголок вращаем так же, вниз-вверх, а верхний уголок вращаем по часовой стрелке. Поднимаем по часовой. Опускаем по часовой. Поднимаем по часовой. Можно это не использовать, а просто делать предыдущий алгоритм дважды. Кому как удобнее. Пример сборки для закрепления. Видим розово-синий элемент. Надо справа от него поставить розово-зеленый. Это не он. Так. Так. Два есть. Уже правильный порядок цветов есть. Сюда доставляем третий элемент правым пиф-пафом. Так. Ну, верхний слой собрался. Допустим, что не собрался. Тогда вращаем верхний слой до тех пор, пока ребро не встанет на свое место. Бежево-синее. Синий-бежевый. Ребро на своем месте, но флипнутое. Вот это ребро на своем месте стоит правильно. Вот это на своем месте, но флипнутое. Правильное ребро располагаем сзади. На центры внимания не обращаем. Только на соответствие вот этих цветов. Два флипнутое перед собой. Делаем пиф-паф. Розовое ребро отводим назад. Поднимаем левый угол. Вставляем ребро. Опускаем. Ребра собрались. И получаем случай для перестановки трех центров. Понимаем, что розовый центр если пойдет сюда, то грань соберет. Значит после применения стандартного алгоритма центры сразу встанут на свои места. Опускаем. Вверх против часовой. Поднимаем. Вверх против часовой. Опускаем. Вверх против часовой. Поднимаем. Вверх против часовой. Все собрано. Несмотря на то, что у этих двух пирамидок меньше элементов, чем вот у этих двух. Собираются они сложнее и интереснее. Из-за того, что могут возникать нестандартные ситуации. Которые вам не знакомы из классической пирамидки. На вот этих моделях есть углы, по которым можно ориентироваться. Бумеранг пираминкс и виндмилл пираминкс. Интересные, не очень сложные головоломки, которые немного заставляют подумать. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok